Всем привет, с вами Таня и это Майл Эльфин. Сегодня мы будем растягиваться для того, чтобы сесть на шпагат. Запомните, абсолютно всегда перед растяжкой необходимо разогревать ваши мышцы для того, чтобы избежать права. Мы так можем порвать мышцы или надорвать захожилия. Чтобы разогреть ваши мышцы, вам необходимо 10-15 минут либо побегать, либо попрыгать на месте для того, чтобы у нас хорошо проработались мышцы ног. Следующее, что нам необходимо сделать, это немножко разработать наши суставы. Мы будем выполнять достаточно простое упражнение, отводя колено в одну и в другую сторону, при этом носочек старается держать. Мы так выполняем упражнение по 3 секунд на каждую ногу. После чего переходим к следующему упражнению. Мы будем выполнять махи. Также мы выполняем на 3 секунд на каждую ногу. Теперь переходим к растяжке. Сейчас мы будем выполнять сладочек. Мы выполняем для того, чтобы растянуть мышцы под коленей. Садимся. Натягиваем ноги так, чтобы область под коленей. Почти к самосковой. И по тюрьму можете тянуть вперед. Вы сразу почувствуете, как у вас натянуться мышцы. А большая шкафа ни в коем случае делайте не так. Необходимо прямой спиной обязательно снимать, чтобы поясница была прямая и натянуться вперед. Так вы намного лучше прорабатываете. И постепенно степенно тянетесь. Тянетесь по 1 минуте. Можете взять за руками за стоп и оттягивать. Но также степите, чтобы поясница была максимально прямая. Следующее упражнение мы будем выполнять вот так. Ставим ногу. Образуем 90 градусов. Поднимаем с пола колено. И степенно тягиваем. Стараемся бедрами как можно сильнее прижаться к полу. Выполняем небольшие поканчивания. На каждой ноге мы выполняем упражнение по 1 минуте. Не расстраивайтесь. Сначала у вас будет не очень хорошо нахали. Постепенно, если вы будете тренироваться, у вас все получится. Следующее упражнение. Мы поднимаемся. Ведра у нас ровные. Вытягиваем одну ногу. Здесь мы пока образуем 90 градусов. И наклоняемся в туловище. Вперед. И вы прочувствуете, как здесь у вас напрягаются мышки. Мы их растягиваем. Старайтесь, можно ближе наклониться. Ближе. Так нам нужно проезжать по минуте на каждую ногу. После чего мы постепенно проезжаем вперед. При этом с ним все, чтобы добре сдавались на дорогу. Чуть-чуть вперед. И так же наполняйтесь. Вперед. Вперед. И последний. Постепенно слимся на шпанат. Выпрямляйте туловище. Чтобы под весом вашего тела вы рассаживались сильнее. После того, как мы выполнили растяжку на каждую ногу по 1 минуте, мы переходим к следующему упражнению. Для этого мы разводим ноги на шпанат. На шпанат. Ровность ноги. Тянемся вперед. Зафиксировали на 30 секунд половину. Чуть-чуть разводим ноги. Опять. Полность ноги. Тянемся. И 30 секунд позируем. Плавляем. После чего максимально разводим ноги. И опять же. Тянемся. Старайтесь. Старайтесь ложиться на пол. Но при этом следите, чтобы ваша динамика была не прохладной. Дышите. Старайтесь расслабляться и не зажиматься. После чего совсем-совсем максимально разводим ноги. И стараемся лечь в поле. Старайтесь. И так на пиксерном положении на 1 минуту. Если вы достаточно уверенно себя чувствуете на шпанате уже, раздельно рееструем ему предложить усовершенствовать и следить за проверь с нами. Для этого нам понадобится возвышенность. В вашем случае вы можете использовать как стул, кровать, ну, в общем, что вам отойдет. Для этого вам необходимо поставить новую прослушность. Следите, что у ребёнка были ровными. И потихонечку отъезжаем к коллегам. Сначала у вас может не очень хорошо проходить, но после этого, когда вы увидите мусор, вы будете просаживать. Селите затем, чтобы корпус не уходил вперёд. А, получается, держите мусороны, так, без вашего тела, он будет помогать просаживаться. Хотела немного добавить, что у кого-то растяжка будет получаться лучше, у кого-то – хуже. Это всё зависит от нашего организма. Каждый организм индивидуальный. Поэтому вы не расстраивайтесь, тренируйтесь. Растяжка не может получиться за одну тренировку. Это долгий процесс. Обратите внимание, что каждое упражнение вам повредит по минуте. Но не обязательно, что вы должны за эту минуту коснуться пола. Старайтесь тянуться до лёгкого ощущения дискомфорта. Если вдруг вы почувствовали резкий щелчок, боль или ещё что-то, то вам, скорее всего, нужно обратиться и проконсультироваться с врачом, чтобы избежать травм. После каждой тренировки, когда вы растягиваетесь, на следующий день, скорее всего, вы будете ощущать дискомфорта и боли. Но вы не бойтесь, всё в порядке. Это клипатура. Для того, чтобы от неё избавиться, нужно продолжать вниматься и стараться всё сильнее и темнее растягиваться. Ну что, с вами была Таня, и это Майвайкин. Следите за новыми выпусками, тренируйтесь, и у вас всё получится. Субтитры сделал DimaTorzok